Девочка-пай 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 Пойдемте, почитаем. Пойдем с удовольствием. Муха пряталась в тарелке, Метя скрыться на балкон. Кот скакал быстрее белки, И посуду бил, как слон. Неожиданно со стула, Или, может быть, с окна, Что-то на пол громыхнуло, И настала тишина. Ничего себе охота, Ничего себе разгром, Посредине кухни Кто-то завывает под ведром, А под сахарницей крышкой Не способна сделать бзык, На спине лежит с одышкой Муха, высунув язык. Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Я так и представляю себе, Как усталая муха лежит, высунув язык. Действительно, здорово написано! Михаил Притворов большой друг самых-самых разных зверей, и больших, и маленьких, и даже микробов. Микробы? Это такие маленькие-маленькие вредные козявки? Вот попадет микроб в нос и будет насморк. Фу! О них даже говорить не хочется. А если придумать сказку, как это сделал Михаил Притворов? Вот послушай. Жил-добыл один микроб, явный заморашка. У него был грязный лоб и в грязи рубашка. У него была жена, серая микроба. Собирала пыль она для еды на пробу. Даже дочери у них, вредные бациллы, вызывали громкий чих и боялись мыла. У микробов был свой дом на моей ладошке. Жили в нем они лотком с мышками и кошкой. Но однажды в микроскоп я их обнаружил. Долго мылом руку скреб, чтоб идти на ужин. Стала чистой, как сугроб, белая ладошка. Где теперь живет микроб? Может, у Сережки? Ох, дорогие Сережки и Танюшки! Уважаемые ребята, поскорее сбегайте и помойте руки с мылом. Пусть ваши микробы, их жены и дети отправятся в плавание по трубам в дальние моря. А вместе с микробами исчезнут кашель и чихание. Хотя чихать можно не только от простуды. Давайте поиграем, мыша и ребята. Давайте! Нужно громко чихать. Начали! Я насыпал перец в суп. Апчхи! Зачесалось все в носу. Апчхи! Я еще посыпал раз. Апчхи! Подтекла слеза из глаз. Апчхи! Зацепил ногой за стул. Апчхи! Ничего себе чихнул! Апчхи! Над столом перчинок взвесь. Апчхи! Перец высыпался весь. Апчхи! Это папин строгий бас. Апчхи! Это братик пискнул раз. Апчхи! Это мама и сестра. Апчхи! Это муха у ведра. Апчхи! Это кошка на окне. Апчхи! Это рыбка в глубине. Апк! Апчхи! Это вся моя семья. Апчхи! Кто прослепал перец? Я. Апчхи! 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 Вот это почихали! И почихали, и почитали. Пусть теперь автор сам что-нибудь почитает. Ага. Михаил Робертович Придворов недавно приезжал в центральную детскую библиотеку и копейским ребятам много всего нарассказывал. Давайте слушаем. Десятое пирожное. Ну, мамочка, ну капельку, ну хоть разочек можно мне. Всего-то лишь попробовать, всего лишь посмотреть. А кушать-то не буду я, десятое пирожное. Ну, съем всего лишь корушечку и маленькую треть. Ну, мамочка, пожалуйста, ну хоть совсем немножечко. Я только лишь понюхаю и пальцем проведу. Поэтому вот краешку облизываю ложечку. Вот эту вот тарелочку, вот эту и вон ту. Ну, мамочка, ну, мамочка, оно такое нужное. Оно такое вкусное. Оно же первый сорт. И что с того, что только что пельменями поужинал. И к чаю съел две булочки, два йогурта и торт. Последнее пирожное. Последнее пирожное. Оно же объедение. Оно же самый смак. Ну, мамочка, пожалуйста, ну хоть кусочек можно мне, хотя бы сверху розочку на память. Просто так. У меня есть предположение, что Михаил Притворов большой любитель вкусно поесть. К тому же не только вкусно, но и много. Ой, ну точно как я. Хорошо, чтобы сладкого побольше было. Всяких пирожков, пряничек, запеканочек. Тогда тебе и читать, Мыша. Стихотворение «Позовите меня в гости». Позовите меня в гости. Я-то сразу же бегом к вам отправлюсь через мостик угощаться пирогом. Я на прянике согласен, буду рад и беляшу. Я у вас всего лишь часик или больше посижу. Я мешаться вам не стану, не создам больших проблем. Может, супчик со сметаной или просто мясо съем. Я компота два стакана отопью всего на треть. Ну, а если не устану, значит, можно чайник гореть. Съем варенье с горкой банку. Больше может и не влезть. А случайно запеканка в вашем доме где-то есть? Что ж меня вы не зовете и жалеете еду? Если вдруг чего найдете, я к вам быстренько приду. Очень-очень голодная мыша. Ммм, такие вкусные стихи. Так и ждешь, что их автор толстый дядя. А Михаил Робертович стройный и подвижный. А как же иначе? Ведь Придворов спортсмен, катается на велосипеде, на сноуборде, занимается бальными танцами, потому что он танцор. И вообще человек очень разносторонний. В сборнике Бабайки, да и в других сборниках стихов, я нашла несколько стихов, сразу ставших для меня любимыми. Потому что это стихи о ком. Вот вам сразу загадка. Кто-то... Ну-ка, ну-ка. Темной, темной, темной ночью, может, даже и во сне, кто-то странный очень-очень крался по полу ко мне. Залезал под одеяло, что-то там искал в потьмах, наступал куда попало, и ментаем сильно пах. Кто-то мягко ткнулся в ухо, кто-то хрюкнул в тишине, кто-то чем-то мокрым нюхал что-то вкусное во мне. И когда тот самый кто-то замурчал, что было сил, сквозь ленивую дремоту понял я, кто это был. Я тоже поняла, кто это был. Кот это был. Верно, верно. Михаил Придворов много сочиняет про кошек, потому что своих пушистых питомцев он любит всей душой. Фу, кошки! Такие мягкие и пушистые. Мягкие и пушистые. Зубастые и когтистые. Зубастые и когтистые. Да ужас просто! Как известно, мыши кошек боятся. А я ведь мышь. Правда, есть у меня знакомый кот. Ученый. Поет хорошо сказки, говорит. Беседуем с ним частенько. Ну вот, видишь, мыша, не все кошки с дурным характером. Тем более те кошки, которые в книжках живут. Сейчас я буду читать стихотворение о пользе кошек, а вы, телезрители, увидите фотографии любимых кошек копейских библиотекарей. Кошки разные нужны. Кошки всякие важны. Черепаховые окраски. Всех оттенков рыжины. В очень черную расцветку с треугольной белой меткой. Кошки серые, как тени. Из полос переплетений. Выбирай-ка самых лучших. Из мурлышек и мяучек. Из царап и попрошаек. Из игрушей и мешаек. Поделись теплом и светом. Простоквашей и котлетой. Добрым словом. Мягким креслом. Уважением. И если ты расстроишься случайно. Кошка теплая. Мурчаньем. Мысли грустные согреет. Приласкай ее скорее. Приласкай, приласкай. Лучше меня приласкайте. Ты что такая сердитая мышенька? Я не сердитая. Я коварная. Вот на встрече с ребятами Михаил Придворов читал стихотворение. Прищемили кошку дверью. И еще одно. В котором кошку в машинке постирали. Ой, как я хочу послушать. Всего полминуты. В щадящем режиме. Случайно. Случайно. Случайно совсем. Кота постирали в стиральной машине. А это ужасно. Понятно же всем. Кота намочила. Кота укачала. Кота закатала в вискозу и шелк. На нас посмотрел он печально сначала. А после, шатаясь из кухни, ушел. Кота вытирали. Кота вытирали. В махровую простынь, закутав всего. Но раз уж кота ни за что постирали, то надо как минимум выжить его. Кота накормили, потом накормили, потом накормили и дали поесть. Кота обнимали, баюкали или за ухом чесали и гладили шерсть. И к нашему счастью, и к радости нашей. Постиранный кот от воды не простыл. Еще раз попробовал манную кашу. И нас он, конечно, конечно, простил. Ну вот, все закончилось хорошо. А мне понравилось, что кота накормили, потом накормили, потом накормили и дали поесть. Ха-ха. Смешно. Столько раз кормили. Действительно забавно. Михаил Придворов считает, что нельзя все время быть серьезным. Серьезные люди – скучные люди. Вот уж действительно, этот поэт нескучный. А какие слова выдумывает не просто колбаса, а колбасяра. А еще у него много сал и мяс, и мышки у него пашушайки. А еще у Михаила Придворова есть такое стихотворение – «Секретная штучица». Ух ты! Что лежит на верхней полочке? Неизвестно никому. Много там или вот столичка. Я пока что не пойму. Может, там такая штучица? Может, там такой секрет? Догадаться не получится, и подсказок дома нет. Эта секретная штучица есть у каждого поэта. Это большой поэтический секрет. Откуда все стихи берутся, и как они складываются? И поэт нам рассказывает рецепт стихосложения. Он утверждает, что если внимательно посмотреть по сторонам, то можно увидеть много веселого и интересного. Если еще немножко постараться, то можно все запомнить и записать. А уж если совсем напрячься, то могут получиться очень смешные стихотворения или рассказы. А я-то, я недавно посмотрела по сторонам и такое увидела. Библиотечный паук Афанасий ночью вязал из паутины снежинки. Наверное, к Новому году готовился. Если кто-то из вас, ребята, придумает новогодний стишок, пусть сразу же посылает его к нам в передачу. До свидания, друзья. Веселого вам творчества. До свидания, ребята и взрослые. Любите книжки и читайте их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok